Вот и настала очередь Хильдрин принять золотой облик. Прошло 4 года соединяю выхода, вместе со сферой эксплуатации на Фортуне. Внушительная дева щита не утратила свой стиль, выглядит достойно в её прайм обличии. Признаюсь, что я не ожидал добавления рогов, но сойдёт. Также добавили мелкие элементы брони, которые шевелятся при движении. Анимация рывка осталась той же, разве что элементы брони получили обновлённый дизайн. То же самое касается встроенного оружия, зарядник погребального огня. В общем, визуально работа вышла годной. Однако вернёмся к началу. Получить Хильдрин Прайм можно в скрытии реликвий всех мастей. Имеется лишь одна редкая часть, для аксии. Также для крафта вам понадобится Нитаин и Кристалл Аргона, помимо прочих вещей. Альтернативно имеется возможность купить снаряжение, будь то через других игроков или в рамках прайм доступа, если у вас есть такая возможность. Прайм версия фрейма не получила особых бафов, как она обычно бывает. Добавили что к выживаемости и скорости бега. В дополнение к этому, Хильдрин Прайм не получает энергию при контакте со сферами смерти в бездне, лишь её сопартиции. Отчасти это можно объяснить тем фактом, что Хильдрин просто не имеет энергию, лишь щиты. Но кажется это просчётом со стороны разрабов. Прайм версию можно воспринимать как альтернативный путь для фарма Хильдрин, или как повод пересмотреть старый билд. Например, аугмент грабежа позволяет воспользоваться архонтовой живучестью. Можно также гельминтом заменить ульту на нечто типа Элементального Стража Хрома, или напихать осколков, будь то для силы, щитов или скорости каста. Но значительный стиль игры за Хильдрин не менялся с момента её выхода. Можно снимать защиту врагам и оберегать союзников. Погребальный огонь, как встроенное оружие, не особо полезнее ульты, ведь штука медленная, и для стрельбы нужно те же щиты тратить. Прайм вариант никак не улучшает положение, но повеселиться можно, разбрасывая врагов при наличии сверхщитов и предварительно снимая их защиту. В общем, типичный прайм фрейм, который не отошёл далеко от идеи делюкса. Хотел бы сказать, что с прочей снаряга и всё лучше, но продолжим по порядку. Личное оружие Хильдрин, арчпушка Ларкспор, тоже было позолочено. Выглядит по-прежнему крупно, но теперь и роскошно. Для фарма вам снова нужны будут четыре типа реликвий, редкую часть скрывает Эра Нео. Для крафта нужен ранг не ниже восьмого. Как вы можете помнить, наземное использование арчпушек требует наличия гравимага, для фарма которого нужно прокачивать синдикаты Соляриса. Однако за покупку прайм доступа вам сразу полагается гравимаг, плюс их продают в магазине за платину. Функционально пушка не изменилась. Можно переключаться между цепной атакой и уроном по площади. В руках самой Хильдрин вы получаете больше боезапаса. Увы, улучшения тут минимальные, сравнивая с базовой версией. Добавили чуток крита для основного режима. Альтернативная атака позволяет запустить на один заряд больше в секунду, плюс имеется немного больше статуса и шанса крита. Крайне слабый баф, учитывая множество ограничений оружия этого класса. Нет здесь изысканностей типа гальванизированных модов или мистификаторов, да и свои заморочки имеются с пополнением боезапаса. Куда проще будет пользоваться тем же нюкоромковы для похожего эффекта, несмотря на разницу в размере пушек. Сомневаюсь, что Ларкспур Прайм будет популярным выбором. Хотя этот тип оружия в целом находится в странном положении, да и разрабы скрывают от нас статистику их популярности не просто так. Напоследок есть Шейд Прайм. Крайне странный выбор в сочетании с Хильдрин, ибо не приходит мне в голову мысль о скрытности, когда вижу я такую воительницу. Было бы уместнее того же Таксона взять, который может читы пополнять, это бы хоть вписывалось тематически. Ладно хоть, что выглядит обновлённая версия неплохо, отдалённо напоминая Ивару. Дефарма вам снова нужны все эти преликвии. Редких частей тоже лишь одна, в эпохе Лид. Шейд уже имел призма-версию, потому его прайм-версия кажется смехотворной, добавляя лишь 25 единиц брони. Прайм-фреймы теперь кажутся более полноценными улучшениями, сравнивая с этим случаем. В честь грядущей прайм-версии Шейд в целом получил некоторые бафы, с выходом Цитрины. Например, Заповедь Призрак получила больше радиуса, 24 метра вместо 10. Также не нужно иметь цель в поле видения для активации заповеди. Время возврата в невидимость сократили, а бонусный урон от заповеди засада увеличили со 120% до 240. Всё это звучит неплохо, но ещё больше ставит под сомнение полезность именно прайм-версии. Хотя выход прайма таки стал поводом лебафов, что хорошо, но этого всё равно не хватит, чтобы свергнуть компаньонов типа Смиты или Вульпофилы. И всё же вышел Шейд лет 10 назад, потому является он пережитком прошлого. В комплекте поставляется и лазерный пистолет Прайм с некоторыми бафами, хотя на фоне той же Призма версии это не особо впечатляет. К тому же пушки Стражей тоже имеют свои ограничения, связанные с модами, потому использовать пушку стоит лишь для наложения статусов, и то есть варианты поинтереснее, типа Криотры. Отдельно отмечу, что эта прайм-пушка не имела встроенных полярностей. Мне это показалось и странным, ведь ЭДЕ часто рекламируют праймов ради их дополнительных полярностей для улучшенной кастомизации. Вероятно, это очередной знак, указывающий на пропасть с разработки внешнего вида вещей и полезностей. Значение синергии тоже явно забыли поменять, хотя вещицы технически новые. Быть может, что прайм-доступ Хильдрин является одним из худших. Выглядят вещи неплохо, но их фарм почти никак не оправдан. Неясно, куда делись особые усиления для прайм-вещей, типа баллистики Prime, которая может призывать тени убитых врагов. Давно уже такое не добавляли, однако Дегене стесняются запрашивать круглые суммы за покупку прайм-доступа, также затрачивая время и ресурсы на их рекламу, типа прайм-трейлера. Не могу вспомнить, когда я в последний раз предвкушал прайм-доступ или восторгался золотыми новинками, ибо программа уже давно переросла в подобие скинов, которые по некой причине имеют свои статы. Быть может, что снова можно винить Дувири за такое падение, но в последнее время я это делаю уже слишком часто. А пока что я хотел бы узнать ваше мнение о прайм-доступе Хильдрин. От меня уже на этом всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.